Уважаемые коллеги, добрый день! Это либо односторонняя заложенность носа, связанная с выполнением носовых ходов опухолевыми массами, носовые кровотечения из эрозированных сосудов опухоли, головные боли, лицевые боли из-за компрессионного воздействия опухолевых масс, снижение обонения вплоть до анасмии. Далее, если опухоль распространяется в просвет в полость орбиты, двоение в глазах, слезотечение, снижение остроты зрения при вовлечении в процесс зрительных нервов, головные боли, тошнота, рвота, судороги, характерны для интракраниального перехода процесса, боль в ушах и серозный средний отит, в тех ситуациях, когда опухоль выполняет задние отделы носоглотки и компримерует глоточные отделы носовых труб. Таким образом, именно вот эта неспецифичность заставляет пациентов очень длительное время получать неспецифическое лечение, проходить лечение в неспециализированных учреждениях на амбулаторном этапе. И когда эстезионная иробластома уже наконец диагностируется, ставится окончательный диагноз, то это уже происходит на поздних стадиях, 82% случаев и всего лишь 18% пациентов везет получить этот диагноз на ранних стадиях. Эстезионная иробластома развивается из нейроэпители обонятельных рецепторов, расположенных в верхней обонятельной зоне, стенки носовой полости, носоглотка и решетчатый лабиринт. Это верхние и средние носовые ходы, далее опухоли достаточно агрессивные, для них характерна деструкция прилежащих костных структур, дальнейшим переходом процесса и в ячейки решетчатой кости, и в лобную пазуху, и в рядом расположенную основную пазуху, и по ходу тропного ей эпителия через ляминок реброса в полость передней черепной ямки. Дифференциальная диагностика осуществляется как среди неопухолевых процессов, это банальные синуситы, мукоцели, также доброкачественные новообразования, хардома, макроденома, гипофиза, ювенильная ангиофиброма, инвертированная папилома, менингиома и злокачественные новообразования рак носовых пазух, рабдомиосаркома, метастазы меланомы, лимфомы, рак носоглотки. В нашем учреждении к нам, как правило, попадают пациенты с уже установленным гистологическим диагнозом, поэтому такие задачи перед нами стоят крайне редко. Ну, несколько слов о самой зоне исследования. Для исследователей на крайне неблагодарные диагностики меня поймут. Золотое правило в лучевой диагностике – это получение трех ортогональных плоскостей сканирования, перпендикулярных оси выявляемой структуры, когда мы хотим оценить четкость ее контуров. Если ось сканирования поставлена правильно, то мы выводим в плоскость сканирования новообразования, можем оценить четкость контуров, если нечетки – это хорошо. Нечеткость контура – мы говорим об инвазивном росте. Если нет возможности установить плоскость сканирования строго перпендикулярно, тогда возникают проблемы. Нечеткость контуров не говорит о том, что есть инвазивный рост. Это может быть свидетельством того, что края опухоли попадают в срез, и эта нечеткость имитирует инвазию, но на самом деле просто является особенностями сканирования. Когда речь идет о придаточных пазухах носа, мы видим, что все пазухи располагаются в разных плоскостях. Лобные пазухи, гайморовые пазухи, носовая полость. Как бы мы ни выставляли плоскость, одна из пазух все равно окажется в косом сечении. Я не говорю уже о решетчатом лабиринте, где все перегородки расположены в хаотичном достаточном порядке, и выстилающая просветы ячейка опухоль повторяет их ход, и что-то всегда оказывается не в поперечном сечении. Как бы мы ни старались все это выставлять, всегда появляется что-то, что находится у нас на краю, на излете. Теперь, что касается выбора зоны сканирования. Поскольку эта опухоль локализуется в полости носа и придаточных пазух носа, естественно, оптимальным зоной исследования является головной мозг с захватом лицевых отделов черепа. Как раз здесь визуализируются опухолевые массы, выполняющие полностью весь просвет носовых ходов. Вся опухоль попала в зону сканирования, мы можем ее оценить, но стоит помнить, что метастазирование в шейные лимфатические узлы для опухолей данной локализации составляет порядка 20%. Также характерно гематогенное метастазирование в кости. И если мы выполняем исследование головного мозга, всегда остается вопрос, что же у нас осталось за зоной видимости, зоной сканирования. Если же мы выбираем зону сканирования мягкие ткани шеи, от верхней апертуры до базальных отделов передней черепной ямки, таким образом мы можем оценить шейные лимфозлы, но первичная опухоль всегда оказывается у нас либо на границе сканирования, либо уходит за пределы нее. Мы никогда не можем быть уверены, что мы увидели ее целиком. Также при МРТ, как ее особенность, имеется плохая визуализация костных структур в придаточных пазух носа. Это очень тонкие кости, лишенные костного мозга, и не контрастные при выполнении МРТ. Зато при компьютерной томографии мы, конечно, хорошо видим четкость контура этих костных структур, мы можем их оценить, но теряем тогда в информативности относительно опухолевой ткани. По совокупности всего вот этого делаем вывод, что рекомендуем алгоритм обследования пациентов с опухолями данной локализации. Это МРТ головного мозга, лицевого черепа, мягких тканей шеи, дополненная компьютерной томографией черепа без внутривенного контрастирования. Лечение для опухолей возможно применение всех трех видов. Это хирургическое лечение, может быть, с циторедуктивной целью или радикально при возможности. Лучевая терапия, как в неодиевантном, так и в одиевантном режиме. И химиотерапия, как самостоятельный метод или в сочетании с лучевой терапией. Хотела бы представить несколько клинических наблюдений. Все представленные случаи – это эстезионные эробластомы. Классическая как раз локализация опухоли. Опухоль выполняет верхние и средние носовые ходы, разрушает ячейки решетчатой кости, выполняет просвет ячеек, широко прилежит к медиальной стенке левой орбиты. По компьютерной томографии, по ее данным, мы можем оценить целостность костной стенки орбиты, увидеть деструкцию дна лобной пазухи и оценить целостность продырабленной пластинки и отсутствие пролобирования опухолевых масс в полость черепа. Для опухоли данной локализации характерна обтурация сообщающихся отверстий придаточных пазух носа, что затрудняет отток содержимого пазухи, эвакуацию. Поэтому часто встречается такая ситуация, как в данном случае, когда основная пазуха выполнена неким субстратом, который характеризуется низким МР-сигналом на Т2-взвешенных изображениях. Встает вопрос, что же это, включать ли это в общие размеры опухоли или это что-то самостоятельное. Помогает Т1-взвешенное изображение, если есть геморрагическая примесь из-за розированных сосудов опухоли. Мы видим, что по сигнальным характеристикам содержимое основной пазухи значительно отличается от опухолевых масс, которые характеризуются гипоинтенсивным сигналом на Т1-взвешенных изображениях, и помогает внутривенное контрастирование. Эти опухоли богато воскулиризованы, хорошо накапливают контрастный препарат, и выявляется отсутствие накопления контрастного препарата в проекции визуализируемого субстрата в полости основной пазухи. То же касается и лобной пазухи. На фоне отечной слизистой некие гипоинтенсивные включения на Т2-взвешенных изображениях, характеризующиеся повышенным МР-сигналом на Т1-взвешенных изображениях за счет примеси муцины или крови, и при внутривенном контрастировании четкий контур слизистой оболочки с отсутствием накопления контрастного препарата в проекции субстрата. И, как я уже говорила, пациент обследован полностью, оцениваются шейные лимфоузлы справа, слева и костные структуры. Как же производится оценка эффекта проводимого лечения? У данного пациента, мужчина 40 лет, хочу обратить ваше внимание, до этого был мужчина 66 лет, очень широкий возрастной диапазон. Здесь мы видим достаточно крупную опухоль мелкоечистого строения, выполняющую всю правую половину полости носа, разрушающую ячейки решетчатой кости с пролоббированием опухолевых масс просвет ячеек, широкое прилежание к медиальной стенке правой орбиты. Хорошо накапливает активно контрастный препарат, опухоль богатогоскулиризирована. То же самое нарушение оттока содержимого из лобной пазухи, видно горизонтальный уровень этого содержимого, и компьютерная томография позволяет оценить нам целостность или разрушение как носовых раковин, так и ячеек решетчатого лабиринта, целостность стенки орбиты и отсутствие перехода процесса в полость черепа. Это для сопоставления до лечения, чтобы можно было сравнить. Пациенту в связи с обширностью поражения не показано хирургическое лечение. Для лучевой терапии объем опухолевых масс тоже достаточно велик, поэтому с циторедуктивной целью назначается пациенту химиотерапия. Проведено два курса химиотерапии, на препаратах я, конечно, не останавливаюсь, это потом по следующему будет рассказано. У пациента выявляется уменьшение объема опухолевой ткани порядка 50%. В настоящее время опухоль локализуется в области верхнего и среднего носовых ходов, отмечается восстановление проходимости носовых ходов. К сожалению, не все исследования выполнены у нас на одном томографе, пациенты у нас многие из регионов, поэтому плоскости сканирования и качество томограммы могут в динамике немножко отличаться. Поскольку эффект был хорошим, проведено еще два курса химиотерапии и достигнуто дальнейшее уменьшение опухолевой ткани, которая в настоящее время локализуется в просвете верхних носовых ходов, практически полностью восстановлена проходимость носовых ходов, восстановлена частично целостность ячеек решетчатого лабиринта и для сравнения, как это выглядело до лечения. Здесь было тотальное выполнение опухолевыми массами. После того, как добились уменьшения объема опухоли более чем в два раза, была проведена лучевая терапия суммарно-очеговой дозой 66 Грей и визуализируемая ранее опухолевая ткань. В настоящее время после проведенного лучевого лечения не выявляется. Придаточные пазухи носа пневматизированы. Визуализируются свободные пневматизированные ячейки решетчатого лабиринта и полностью восстановленная проходимость носовых ходов. Далее оценка эффекта и стойкости достигнутого результата. Это как раз головная боль всех лучевых диагностов. Что происходит после лучевой терапии? Появляется очень выраженный постлучевой отек в слизистой оболочке. Настолько выраженный, что утолщенная слизистая оболочка полностью выполняет все придаточные пазухи носа. На этом фоне оценить, есть продолженный рост опухоли или нет, достаточно сложно. Здесь, конечно, мы очень опираемся на структурность того, что мы видим, и пытаемся проследить слизистую оболочку, которая должна повторять ход костных структур. Иногда эта картина даже напоминает ту ситуацию, которая была до лечения. Но здесь мы видим, что все-таки опухолевая ткань характеризовалась более гомогенным эморсигналом, была губчатого строения, и какой-то определенной архитектоники не наблюдалось. К сожалению, утревенное контрастирование тоже мало помогает. Такая отечная слизистая активно накапливает контрастный препарат, и оценить достигнутый эффект все-таки очень сложно. Ставим таких пациентов на контроль. Контроль производится каждые три месяца для того, чтобы мы не упустили тот момент, когда произойдет рецидив. И все-таки опухолевая ткань характеризуется более низким эморсигналом на Т2-взвешенных изображениях, нежели отечная слизистая. Это стоит помнить, и на это следует опираться. Через пять месяцев после химио-лучевого лечения выявляется частичный регресс отека слизистой оболочки, восстановление пневматизации ячеек решочатой кости. Через восемь месяцев полный регресс после лучевого отека, подтверждаем стойкость достигнутого эффекта, и через три года после химио-лучевой терапии полное восстановление целостности костных стенок ячеек решочатой кости и отсутствие какого-либо прогрессирования. Второй случай. К сожалению, не всегда так получается, что мы видим опухоль, проведено лечение, полный регресс и стойкость достигнутого результата. Это вот другое развитие сценария. Это девушка 17 лет, обращаю внимание, другой пол, другой возраст, это уже ребенок. Как раз тот случай, когда пациенты к нам приходят после длительного обследования в неспециализированных, непрофильных учреждениях и попытки удаления некого полипа в полости носа. Данная пациентка поступила после фронта идмаидотомии, удаления опухоли решочатого лабиринта, полости носа, левой верхней челюстной пазухи. После этого только был установлен диагноз. Визуализируются резидуальные опухолевые массы, выполняющие носовые ходы. Верхний полюс опухоли располагается в просвете полуразрушенных ячеек решетчатой кости, пролобирует левый отдел лобной пазухи. И нижний полюс фрагментированной опухоли локализуется в полости левой верхней челюстной пазухи в передних ее отделах. И опухоль характеризуется активным накоплением контрастного препарата. Поскольку объем достаточно велик, лучевой терапии и хирургическому лечению данная пациентка не подлежит до лечения, также для сопоставления, и что происходит после лечения, после двух курсов химиотерапии. Несмотря на то, что размеры опухоли визуально кажутся такими же, тем не менее выявляется изменение структуры опухоли, она становится более рыхлой, появляется частичная пневматизация в структуре опухоли за счет ее действительно более рыхлой, такой компактной структуры. Уменьшение незначительных размеров опухолевого фрагмента в полости верхней челюстной пазухи. И несмотря на то, что общие размеры опухоли остаются примерно теми же самыми, тем не менее достигнута стабилизация. С учетом эффективности проводимого лечения пациентке проводятся еще три курса химиотерапии. Размеры опухоли достаточно стабильны. И при выполнении КТ в структуре нижнего полиса опухоли визуализируются те самые кальцинаты, о которых говорила Анна Сергеевна, будут характерны для эстезионной аэропластомы. После шести курсов химиотерапии пациентка получает лучевую терапию с суммарной очаговой дозой 64 Грея. На фоне проведенного лечения полный регресс того фрагмента опухоли, который выполнял ячейки решетчатого лабиринта. Сохраняется нарушение эвакуации содержимого из лобной пазухи, но, к сожалению, не достигнут полный регресс нижнего полиса опухоли, который располагался в просвете верхней челюстной пазухи. Все также сохраняется активное накопление контрастного препарата. Пациентка отправляется на контроль и через три месяца ей повторяется исследование. Сейчас сразу же перепрыгнем, получается шесть месяцев, потому что там ничего не поменялось. Через шесть месяцев появляется тот самый послучевый отек, о котором я говорила. Достигает пика он через год. У данной пациентки практически все ячейки решетчатого лабиринта выполнены отечной слизистой, однако при внутривенном контрастировании накопления контрастного препарата нет. Все также сохраняется участок уплотненных тканей в передних и нижних отделах верхней челюстной пазухи, характеризующейся активным накоплением контрастного препарата. Мы в затруднении. Либо это резидуальная опухолевая масса, либо это уже погибшая фиброзированная опухолевая ткань, которая по каким-то причинам остается в виде такой грануляционной ткани. Реффори решает контроль. Через один год и два года после лучевого лечения сохраняется полный регресс той части опухоли, которая локализовалась в проекции решетчатого лабиринта и по-прежнему регистрируется участок уплотненных тканей в передних отделах верхней челюстной пазухи. Через пять лет мы точно уже можем сказать, что достигнут полный регресс, стойкая ремиссия у пациентки. Тем не менее, несмотря на полное восстановление пневматизации ячеек решетчатого лабиринта, все также сохраняется некая ткань в проекции передних отделах верхней челюстной пазухи. И, судя по количеству глыбчатых кальцинатов в ее структуре, скорее всего, эта ткань останется уже на протяжении всей жизни пациентки, поскольку это уже просто представлены группой кальцинатов, которые обтянуты неизмененной слизистой оболочкой. Спасибо за внимание. Продолжение следует...